ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня это ролл с угрём и тигровой креветкой. И всё, что необходимо для готовки, уже на столах участников. Сваренный рис, сливочный сыр Филадельфии, икра табика, специальная заправка для риса, креветка тигровая, авокадо, угори, кунжут. Заправку можно приготовить разными способами. Для её приготовления требуется рисовый уксус, соль и сахар. Но наши участники воспользуются уже готовым заправленным рисом. Кроме этого, на столах у участников есть и лишние продукты. Это огурец и китайская капуста. Николай Кузнецов, 23 года, увлекается автомобилями, любит казахскую кухню, но домашних балует борщом и салатами. Своим коронным блюдом считает плов. Решил принять участие в проекте, чтобы поучиться у профессионалов. Алексей Савин, 19 лет, любит готовить итальянские блюда. Дома готовит всё, а своим коронным блюдом считает борщ. В процессе приготовления от рецепта не отходит, но и строго его не придерживается. Уверен, что победит в этом проекте и покажет профессионалам, на что способен любитель. И за процессом сегодня у нас будет наблюдать наш шеф-повар Василий Леонский. Он своей профессии без малого 7 лет, к своей работе подходит творчески. Василий, что за блюдо вы приготовили и будете ли вы как-то помогать участникам? Здравствуйте. Я сделал ролл от шефа, и данные участники попробуют его повторить. Ролл с угрём и креветкой достаточно просто в исполнении, однако в японской кухне, как и в любой другой, есть свои секреты. Рис должен быть промытым, отваренным, немного остуженным и пропитанным специальной заправкой. Угарь для ролла нарезают полосками. Креветки отваривают, чистят авокадо. На водоросли выкладывается рис, затем заготовка переворачивается, и на неё укладывается начинка. Авокадо, сыр, креветки, икра. Ролл заворачивается и покрывается нарезкой угря. Практически оформленный ролл нарезается на шесть частей, выкладывается на тарелку, смазывается соусом и посыпается кунжутом. Василий Леонский, шеф-повар кафе японской кухни «Ситай», подготовил для наших участников именно это блюдо не случайно. Василий проходил стажировку и участвовал в мастер-классах известных поваров, ведущих ресторанах Москвы. К своей работе подходит творческим. Его исполнение великолепны не только суши и роллы, но и другие холодные и горячие блюда японской кухни. В выборе ингредиентов и последовательности приготовления никто из ребят не ошибся. А вот с техникой у Алексея возникли проблемы. Пока Николай раскладывал рис на листы морских водорослей и добавлял сыр, его соперник допустил сразу несколько ошибок. Крутить роллы Алексею довелось впервые. Молодой человек начал работу без перчаток. Кроме этого, в середине процесса юноша его работа показалась неудовлетворительной. И Алексей решил начать все заново. Алексей, ну расскажите нам, пожалуйста, что вы делаете, что у вас за процесс, есть ли какие-то трудности? Крутим роллы от шефа. Все удается? Ну, практически. Просто ни разу я эти роллы не готовил. Ни приедали, ни приходилось мне роллы готовить. А сам процесс поняли, да? Ну, теоретически. Николай, ну расскажите, пожалуйста, как у вас дела, что вы делаете? У нас все отлично. Вот заканчиваем практически приготовление ролла. Ну, вроде получается, а там шеф скажет, получилось или нет. О том, кого же наши эксперты признают победителем, мы узнаем совсем скоро. А сейчас мы вынуждены с вами попрощаться, но совсем ненадолго. Не переключайтесь. Съемки кулинарного проекта проходят в кафе Ситай, что в переводе с японского означает приглашение. Ситай предлагает простоту и элегантность восточных традиций и очаровывает умиротворяющей атмосферой. Здесь традиции японской кухни гармонично вписываются в современный стиль. В дневное время посетителям кафе предлагаются бэнто-обеды, в которые входят холодные закуски, суши, роллы, первые и вторые горячие блюда, а также десерт. Стоимость такого предложения от 150 рублей. Еще раз здравствуйте. Напоминаю вам, что мы находимся на проекте «Сделай повара». И сейчас самое время определить, кто же стал лучшим. В первой части нашей программы участники кулинарного телепроекта повторяли блюда, которые приготовил шеф-повар – ролл с угрем и креветкой. Уже с самого начала битва кулинаров стала по-настоящему захватывающей. Иметь дело с японской кухней приходилось только Николаю. Алексей крутил ролл впервые в жизни. Наверное, поэтому в начале его готовки возникли трудности. Но молодой человек быстро исправился. И сейчас приготовление ролла у обоих ребят уже подходит к завершению. Не заметили какого-нибудь, может быть, подвоха в том, что вам дали попробовать, и в ингредиентах, которые тут предоставлены? Ну, лишние ингредиенты есть на столе. Конечно, не все они тут используются в этот ролл. Но я думаю, это не беда. Я думаю, мы справимся. Василий, Валерий, ну расскажите, пожалуйста, свои ощущения. Ну, ощущения по ингредиентам, в принципе, все правильно положили. Единственное, вот в этих сейчас, я вижу, роллах косточки попадаются, потому что срезали, надо все-таки угря чуть-чуть разделывать. Здесь сейчас в данный момент не хватает чуть-чуть риса. То есть, ну и как бы майна из очень много. Этот ролл сделан на внешний вид более качественно и похож дуб, но порезан, кусочки все одинаковые. Здесь, конечно, что-то изобразить свое попытался наш участник. Наши эксперты посовещались, и прямо сейчас мы узнаем, кто же стал лучшим в этой кулинарной битве. Валерий, Василий, расскажите, пожалуйста, свое мнение, да, что, почему, кто стал лучшим. Ну, мы, в принципе, посовещались, посмотрели, ситуация такая, что вот этот ролл, который справа, то, что приготовил Николай, сделан более качественно, более правильно, и он, наверное, проходит следующий круг. Ему удача в следующий этап. Творческий конкурс, интересно было себя попробовать. Ну, попробовал, получилось, победил. Не расстроился, в принципе, потому что не практиковался. Теперь буду знать, надо будет все попробовать в этой жизни. И роллы научились крутили. Будем совершенствоваться дальше. Ну, пожелать, чтобы готовили с душой, потому что самое главное – это когда готовишь, и чтобы тебе это нравилось. Тогда это будет обязательно вкусно. А я напоминаю вам, что это был проект «Сделай повар на ТВК». Еще увидимся. Телекомпания «ТВК» выражает благодарность партнерам проекта. УАО «Липецклеп Макарон Пром» – производителю макаронных изделий «Лимак» из твердых сортов пшеницы. Ресторанной группе «Евразия», «Форвард», «Дебасус», «Плаза», «Бестро», «Тратория», «Сытай», чьи сервис и качество всегда остаются на высоком уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова